Добрый вечер. Прямой эфир телеканала «Россия-1» продолжает программа «Вести Ульяновск» в студии Ирины Шмыговой. Коротко о главном. Депутаты города и области включились в борьбу за сохранение детской поликлиники. Что теперь будет со зданием на площади Горького? Жители дома по улице Средний Венец забили тревогу. Им грозит затопление нечистотами. Точечная застройка вновь обернулась скандалом. Велкам Тафиса. Как прошел первый день Всемирного фестиваля боевых искусств с места событий расскажет Игорь Кранцев. Пятая детская поликлиника в Ульяновске будет отремонтирована и введена в строй. Областная власть поставила точку в этом вопросе, озвучив план действий по реконструкции здания. Общественности депутаты решение уже одобрили. Желтое трехэтажное здание монументально возвышается над площадью Горького. Из посетителей клиники только голубя, рядами забивший карниз. Птицам непривычны эти тишина и покой. О недавней суете напоминает объявление. Поликлиника с июля закрыта. А куски облицовки предупреждают. Здание опасно. Персоналы оборудования вывезли, на двери повесили замок. У нас какой выход был? Оставаться там что ли? Да нет, никто на себя такую ответственность не мог взять. И мы и не взяли на себя такую ответственность. Мы понимаем прекрасно, что значимость этой поликлиники для данного микрорайона, она очень-очень высокая. Я сам жил там за три дома от этого, и когда у меня маленькие дети были на автозаводской 61А, мы тоже в эту поликлинику ходили. Знаю я о значении этой поликлиники прекрасно. Но вариант какой? Либо на голову там кирпич упадет, или мы спокойно переведем в новую поликлинику, пусть она немножко дальше. Жители автозаводской и прилежащих улиц готовы потерпеть, если проблему решат. Тем более денег за проезд на Пушкаровский адрес с родителей сейчас не берут. Ну, конечно, это тяжело будет для родителей с маленькими детишками куда-то ездить далеко. Но выход какой? Положительно. Если выход будет, то это хорошо, конечно, будет все. Для вас положительно это что значит? Отремонтированная поликлиника будет не закрытая, а отремонтированная. 33-я гимназия, стоящая по соседству с поликлиникой, яркий пример того, как старые здания, почти списанные, реконструировали и вернули школьникам, чтобы детям было комфортно учиться по привычному адресу. Жалоб и нареканий по ремонту гимназии до сих пор нет. Такие примеры, когда возвращали к жизни старые здания, у нас есть. И наш обустрой заказчик умеет это делать, и проектировщики понимают, про что речь. Поэтому решение принято, собственно, о нем и сказали. Капитальный ремонт этого здания – это тот путь, по которому мы идем. Стоимость проектной документации – 3,5 миллиона рублей. Ее начнут оформлять, кстати, в октябре. Цена всего проекта реконструкции – больше 40 миллионов. Депутаты города и области включились в борьбу за сохранение здания и будут просить коллег голосовать за выделение денег на его ремонт в следующем бюджете. Я думаю, нас услышит и руководство региона, и руководство Министерства здравоохранения. Если будет необходимость, мы готовы сегодня обратиться к своим федеральным коллегам, для того, чтобы они нам тоже оказали какую-то помощь. Уверен, что это будет сделано, потому что держим это на личном контроле. И уже в кратчайшие сроки, в начале 2020 года, конкурс на выполнение ремонтных работ должен быть проведен. И работы в 2020 году должны быть начаты. Глава областного Минздрава Сергей Панченко еще раз напомнил, что кроме этой поликлиники в списке на ремонт еще десяток медицинских зданий. Они согласованы и утверждены в плане. Пятое войдет в эту очередь. Кроме реконструкции, этим учреждением выделяют деньги на новое оборудование, что идет в контексте нацпроекта по здравоохранению. Сергей Пузиков, Герман Баранов, Вести Ульяновск. Дороги в Ульяновской области ремонтируют по новой методике. Она позволяет сэкономить и сделать покрытие более качественным. В основе лежит старый асфальт, который укрепляет каркас и предотвращает образование колейности. О том, как идут ремонтные работы на дорогах Майнского района, репортаж Артема Петрова. По идеально ровной дороге теперь можно передвигаться с комфортом. Больше никаких ям и колеи. Раньше были одни ямы, ухабы, машины надевают. Но сейчас рулем себя ощущается очень хорошо, потому что дороги стали намного лучше. Федеральный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» зашел в Майнский район. В этом году здесь появится 12 километров нового покрытия. Современные технологии ремонта автомобильных дорог – это не только экономия, но и совершенно новое качество. Уже через несколько мгновений на этом месте вместо выравнивающего слоя появится совершенно новое зеркальное полотно. Экономят за счет холодной регенерации старых слоев асфальта. Их снимают, добавляют щебень, битум и цемент. Полученный состав идет на укрепление каркаса дороги. Существующее покрытие отфрезеровывается по продольным отметкам. Потом это добавляется в основание, что существенно экономит на транспортировке и на закупке дополнительных материалов. Ремонт дорог сегодня – это индивидуальный подход к каждому участку. Учитывается его загруженность, климатические условия и прочие особенности. Покрытие становится более качественным и долговечным. «Рецепт подобран по климатическим условиям и условиям эксплуатации дороги. Старый стандартный правило, а это подобрано индивидуально для этого участка». Сегодня Волговятск-Управдор приступил к завершающему этапу ремонта 6-километрового участка федеральной автодороги «Саранск-Сурская-Ульяновск». Средства на обновление асфальтового полотна выделены из бюджета страны, а это 160 миллионов рублей. Завершить укладку покрытия, согласно госконтрактам, подрядчик должен до начала октября. На пороге войны за коммунальные блага цивилизации. Жители дома номер 23А по улице Средний Венец узнали, что на их и так аварийные канализационные сети покусился застройщик соседнего здания. Угроза очередного затопления нечистотами заставила жильцов бить тревогу и столкнуть лбами компанию застройщика и собственную управляющую компанию. Подробности противостояния выясняла наша съемочная группа. В доме номер 23А по улице Средний Венец пять этажей, но зато десять подъездов. И на такой Ноев ковчег всего пара канализационных колодцев. Когда жильцы узнали, что соседний дом строится в расчете на эти самые коммуникации, возмущению их не оказалось предела. Почему вы с коттеджами не встречаетесь? Почему вы с другими домами не встречаетесь? Вы с коттеджами встречались? Там семь колодок. Я еще раз объясняю. Нам дали точку врезки. Подключайтесь к другому дому. Точка врезки находится вот там. Спор с представителем компании застройщика ни к чему не привел. По тех условиям отвода канала точку врезки определили именно здесь. По мнению жителей, вопреки логике и здравому смыслу. Вот эта канализация, которая работает на этот дом, при подключении того соседнего дома, она не справится своими обязанностями и будет затоплять подвалы. Подвалы будут затоплены, будут комары и все остальное. Директор управляющей компании подтверждает, сети старые просто не выдержат нагрузки. Мы полностью восстановили канализацию дома, лежаки реанимировали, провели фактически реконструкцию канализации, но продолжает подтапливать подвал за счет того, что колодцы водоканала периодически встают. Встают они как минимум раз в неделю. То есть возникает вопрос, ребят, ну и так не справляются сети, а тут дополнительно еще на те же самые старые сети хотят повесить еще один дом. К слову, это не первая битва соседей. Наш дом постоянно борется за выживание. Первый раз у нас была большая борьба с домом, который построили на нашей территории. Ну, если вот, 25-й. Во-первых, они претендовали на нашу детскую площадку, хотели здесь устроить парковку автомобиля. В тот раз удалось отбиться. Сейчас жители также полны решимости отстоять свои права на чистоту и свежесть. Наша позиция такова, что пока здесь не реконструируют, так сказать, не модернизируют систему канализации, никаких врезок мы тут дополнительно не позволим. Подадим во все надзорные органы, что мы не согласовываем, жители не согласовывают. В подтверждение своих слов жители дома решили круглосуточно дежурить у злополучного колодца, чтобы не допустить врезок застройщика в изношенную канализацию. Дмитрий Емельянов, Ирина Силкина, Герман Баранов. Вести Ульяновск. Спорт для всех, боевые искусства для каждого. Завтра в Ульяновске пройдет торжественная церемония открытия первого Всемирного фестиваля боевых искусств Афиса. Однако первые мероприятия проходят уже сегодня. И сегодня же на официальном сайте Кремля разместили обращение Владимира Путина к участникам фестиваля. В нем глава государства приветствует спортсменов и желает зрелищных состязаний и ярких впечатлений. А наш корреспондент Игорь Кранцев сейчас готов выйти на прямую связь со студией и рассказать о том, что происходит в эти минуты в Ульяновске. Итак, Игорь, добрый вечер. Как слышно? Ирина, добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые зрители. Да, слышно хорошо, когда здесь, в одном из торговых центров Ульяновска, достаточно шумно. Здесь сейчас проходит, уже практически завершается, ну, этакая демо-версия церемонии открытия. Программа называется «Велком Тафиса». Здесь собрались участники фестиваля. Это как гости из России, так и из других стран. Нам удалось поговорить, например, с представителями Израиля. Израиля – это мастера весьма жесткого, распространенного в этой стране единоборства. И вот, что они нам рассказали о своем визите в Ульяновске. Краф Мага – это израильский национальный стиль самозащиты. Это все популярнее во всем мире. В Израиле это используется в вооруженных силах и в полиции. Все очень просто, но очень жестко. Ну, а президенту фестиваля Тафиса, господину Джу Хо Чангу, это представитель Южной Кореи, по русской традиции вручили хлеб-соль. Еще до вот этой вот церемонии уже прошли несколько мастер-классов, в частности, в детско-юношеской спортивной школе Хэквондо. Сегодня побывали гости из Южной Кореи, гости из Сеула. Это мастера так называемого стилеволха Хэквондо. То есть эти парни и девушки, всего их около 20 человек, выступают не на соревнованиях, а демонстрируют всю красоту вот этого единоборства. И они, сегодня мы хотя видели только тренировку у корейцев, готовы продемонстрировать все, на что они способны, и удивить и россиян, и ульяновцев тем, что они умеют, ну, в России, наверное, только единицы умеют делать то, что делают корейцы, так говорят специалисты. Мы пытаемся удивить россиян своими умениями. Хэквондо – это красиво. Это целое искусство для жителей Кореи, часть нашей жизни. Они занимались по 7-8 лет, не меньше, а это немало. Надеюсь, вам понравится. Фоков – автомобилист, что в железнодорожном районе побывал еще один гость. Сам о себе он говорит, они меня считают полубогом, но я обычный человек. Хотя, ну, наверное, это не совсем так. Илья Йорга, ему уже 80 лет, он считается основателем стиля футакан-карате. Да, вот так вот, европеец, уроженец бывшей Югославии, основатель одного из направлений карате. И сегодня он проводил мастер-класс для ульяновцев. Человек обладает потрясающим чувством юмора. А он общался с гостями как на английском, так и на смеси сербского и русского. Он сам сказал, мой русский – это наполовину сербский. На этом языке он, собственно, интервью и давал нашей телерадиокомпании. Я счастлив, что у меня есть брат Владимир Володчик. Он практично мульчат. Я не люблю, но я люблю балет, музыку, скульптуру. Карате было у меня драка с сыном. А потом, когда он начал, когда я появился шампион, он поехал. Основная программа фестиваля пройдет в выходные, а завершится в понедельник. Ирина. Спасибо, Игорь, в субботу и воскресенье фестиваля боевых искусств «Насыщенные дни». Ждем от вас подобранного отчета утром в понедельник. На этом все. Я благодарю вас за внимание и желаю вам хорошего вечера. Субтитры создавал DimaTorzok